Компания «Солова» Компания встала на новые рельсы Мы теперь являемся системным интегратором в области логистики хранения И как раз речь пойдется сегодня в большей степени не о нашем основном продукте, системе управления А о тех сопутствующих компонентах, которые позволяют улучшить грузовых контейнерных терминалов, увеличить их производительность и так далее Мне очень приятно представить вам наших уважаемых заказчиков, наших любимых клиентов Это те порты и терминалы, которые автоматизированы с помощью нашей системы Сегодня как-то прошло, по-моему, немножко мимо события, которые совершенно недавно, буквально 2 сентября, вы знаете, что группа компаний «Holding Global Ports» приобрел национальную контейнерную компанию И буквально в прошлом месяце еще я рассказывал, что нашими заказчиками являются 3 крупнейших степидорных холдинга России Это, естественно, национальная контейнерная компания, да, с самыми крупными здесь активами, которые представлены в левом верхнем углу Это ULC Holding, представитель которого, да, сегодня выступал Это представленный контейнерным терминалом Санкт-Петербурга, действительно очень динамично развивающимся, очень серьезным контейнерным терминалом Это, без сомнения, Holding NMTP, да, в который входит крупнейший терминал на Черном море, Новорослис, Экспорт И Global Ports, да, давно тоже является нашим заказчиком в лице их актива восточной степидорной компании на Дальнем Востоке Но этим, естественно, список наших заказчиков не ограничивается, да, но про всех подробно просто я не буду сегодня рассказывать Да, это, естественно, там и Бруглинг Киевпорт, и компания ТИС, вот, все они вам очень хорошо известны Буквально пару слов скажу про сердце автоматизации любого контейнерного терминала, да, это система TOS, Terminal Operating System Система, которая управляет всеми производственными процессами, в первую очередь на терминале, документы оборотом И вот это управление, да, оно еще начинается до момента прибытия контейнера на терминал, когда регистрируются еще нотисы различные, заявки Экона, самменты, да, и прочие документы в системе, вот это и различные биллинг, которые происходят, да, подсчет различных там стоимости, оценок себестоимости и прочих вещей Ну и самое главное, да, это оперативная часть, оперативное управление контейнерным терминалом Вот на данном слайде представлена у нас такая картинка Три терминала, один из них с левой стороны, это ЮГ-2 грузовой терминал в порту услуга Посередине это автомобильный железнодорожный комплекс, тоже, соответственно, в порту услуга И новый услужский контейнерный терминал, относительно недавний такой порт И вот на одной причальной стенке три терминала как раз автоматизированы нашими системами, да, вот на данной картинке здесь показано, какие функции вообще покрывают всю полностью вот такую складскую логистику Но сегодня мы будем, как я уже сказал, говорить больше о сопутствующих продуктах Наша компания является партнером и нашими партнерами являются крупнейшие производители различного рода технологий Высоких технологий, которые мы успешно применяем в области автоматизации стивидорной деятельности, да, этой радиооборудования Ну, я сейчас даже подробно на них не буду останавливаться, потому что мы более подробно сейчас будем о них как раз и разговаривать Я буквально тоже чуть-чуть остановлюсь на радиооборудовании, потому что сегодня, ну, я надеюсь, все-таки, что будут делать доклады компания Моторола, наши коллеги, да, которые подобную технику производят А радиотерминалы, радиооборудование, которые работают в онлайн-режиме, стали уже ну, своеобразным стандартом управления Когда с помощью вот такого оборудования, это промышленные такие защищенные компьютеры, высоконадежные, высокоэффективные Вот, на них система управления выводит информацию для операторов, допустим, для крановщиков, водителей, погрузчиков, речстакеров, для тальманов О том, что надо сделать, какой контейнер, например, из какой ячейки взять, куда поставить, куда перевести Вот эти радиотерминалы мы успешно используем и для автоматизации работ на грузовых терминалах, да, при работе с генеральными грузами Они могут все снабжаться сканерами штрих-подов, и вот как раз здесь на данном слайде видно, как вот одним из таких радиотерминалов сканируются грузовые этикетки на генеральных грузах Ну, сейчас мы с вами больше остановимся на более, скажем так, современных прегрессивных технологиях И одна из них это система глобального позиционирования Ну, у всех наверняка есть смартфоны, да, есть GPS там, не знаю, в машине, в автомобилях Мы уже давно привыкли к этому, так сказать, технологическому новшеству, что ли Вот, на контейнерных терминалах тоже используются такие технологии, но они называются дифференциальными Дифференциальный GPS, который позволяет получить координату размещения контейнера с точностью до 10 сантиметров Ну, допустим, на первом контейнерном терминале, да, у нас именно такая получается погрешность Значит, на перегрузочную технику устанавливаются специальные приемники, которые позволяют принимать GPS-сигналы Используются специальные станции дифференциальных поправок Я вот на технологии на этой не буду подробно останавливаться И наша система управления СОВАТОС интегрируется с датчиками захвата спредера Либо прямо непосредственно с бортовыми системами управления кранов и перегрузочной техникой И в момент захвата или отпускания контейнера спредера Мы получаем вот с точностью до 10 сантиметров координату местонахождения контейнера Мы автоматически подставляем всю информацию о ячейке хранения на экран радиотерминала водителя, ну, допустим, крана Ему вообще ничего не приходится, никакие кнопки нажимать Он только делает свою работу по перемещению контейнеров, да, и система автоматически всю эту информацию обновляет Это, в свою очередь, исключает полностью возможность потери контейнера на терминале Исключает полностью возможность хищения контейнера целиком, да, то есть все эти действия Даже если они будут выполнены просто по инициативе оператора, система наша отследит Значит, поскольку я уже сказал, что наша система может интегрироваться с бортовым оборудованием перегрузочной техники Я здесь не могу не отметить проект, но он пока сейчас работает в тестовом режиме, опять-таки на первом контейнерном терминале Совместно с нашими партнерами из компании Kony Cranes У них на кране стоит такая система, автостоп она называется, которая позволяет нам управлять краном в полуавтоматическом режиме То есть наша система управления дает прямо команду крану переместиться в такую-то ячейку И крановщик, он сидит вот так вот, сложа руки и выполняет роль пассажира И когда наша система опять-таки использует это позиционирование, ставит спредер над контейнером Вот крановщику остается только опустить этот контейнер, захватить его и поднять наверх Это полуавтоматический режим, но в принципе наша система полностью готова к тому, чтобы выполнять автоматизированное управление контейнерными терминалами То есть полностью без присутствия человека, ну как это происходит на крупнейших европейских контейнерных терминалах Ну по сути дела безлюдных И я считаю, что в ближайшие годы, наверное, такие технологии будут совершенствоваться, такие технологии будут развиваться и больше входить в нашу повседневную жизнь То есть это буквально ближайшее будущее развития контейнерных терминалов Еще один интересный продукт, которым мы сейчас занимаемся, я надеюсь, что первое наше внедрение будет произведено уже до конца этого года Это система автоматического мониторинга рефрижераторных контейнеров, Ревкон Значит, эта система позволяет получать данные о состоянии контейнера То есть это и температурные режимы, это режимы работы силовой установки, холодильной установки, различные алармы В режиме реального времени через прямо силовые кабели То есть внутри контейнеров всех современных, это более 70% сейчас контейнеров рынка И постоянно вот эти контейнера старые вымываются, на их место приходят новые рефрижераторные контейнера Установлены специальные модемы, которые позволяют без всяких дополнительных средств, без подключения каких-то дополнительных проводов Прямо по силовым кабелям в момент подключения контейнера получать всю информацию о состоянии, соответственно, груза внутри Наша система выдает задание рефрижераторному механику на радиотерминал о том, что надо подключить такой-то контейнер на такую-то температуру в такую-то ячейку Он это дело выполняет все, и дальше мониторингом контейнеров уже занимается система в реальном времени То есть не надо вам рефмехаников посылать, там каждые 2-4 часа, чтобы они прошлись по всем этим рефконтейнерам Записали температуру куда-то там на тоже радиотерминал или там на бумажке Мы сразу в наглядном виде видим через интерфейсы системы Solvo TOS о том, что происходит с каждым контейнером Если какая-то проблема случилась, допустим, в контейнере стала падать температура или наоборот повышаться Система об этом сигнализирует и рассылает необходимым заинтересованным лицам уведомления на мобильный телефон, по электронной почте и так далее То есть это тоже сейчас уже реально существующая технология развития автоматизации контейнерных терминалов Еще об одной технологии я хотел рассказать, мы сегодня мы в обзорном режиме идем И плюс нас еще, я так понимаю, время поджимает Это оптическое распознавание символов То есть перед вами один из экранов системы Solvo TOS Это рабочее место охранника КПП На это рабочее место уводится вся информация о визитах автомобиля, которые должны прибыть на терминалы Которые должны отправиться с него Здесь видно и фотографию водителя, и фотографию автомобиля И сейчас охранник, который стоит на КПП, он значит смотрит, видит, что да, визит одобрен, потому что его пропустили Нажимает кнопочку, автоматически открывается шлагбаум В последнее время многие терминалы проявляют интерес к вот этой технологии, о которой я сейчас расскажу Когда вместо охранника у нас используются камеры Стоят камеры, которые автоматически у нас читают номер автомобиля, номер контейнера И могут принять решение о том, что мы делаем дальше с этим автомобилем Открываем шлагбаум, пускаем его, либо мы на какую-то линию заводим Но этим дело не ограничивается только чтением номеров Потому что на сегодняшний момент все равно Тальман должен присутствовать на въезде Который осматривает контейнер, описывает демидж-репорт Сейчас он печатается в таком стандартном виде Но современные технологии, опять-таки те же самые системы OCR, мы эти камеры используем Могут прямо на проезжающем автомобиле То есть автомобиль проезжает со скоростью 30-40 км в час Через специальную рамку И вот эти камеры склеивают из видеопотока Очень высококачественное изображение Ну вот здесь вот мы можем видеть, что на крышке контейнера Которую обычно Тальман не может осмотреть Видны ржавчины, вмятинки, ну буквально там размерами сантиметров Это еще фотография не самого хорошего качества Я потому что ее специально здесь сжал, чтобы она поместилась Чтобы было понятно, что это такое Тем самым мы можем практически избавиться от Тальмана на въезде Чтобы он не осматривал контейнер У нас может один диспетчер удаленно через рабочее место На персональном компьютере Сразу смотреть на проходящие автомобили На нескольких гейтах Либо проводить этот damage inspection в отложенном режиме Когда автомобиль проехал После этого мы зафиксировали все эти фотографии И можем посмотреть, какие были повреждения у нас в отложенном режиме Точно так же такие фотографии у нас прикрепляются к damage report Или к inspection report Отправляются автоматически экспедиторами Что облегчает работу, естественно, вашего терминала Остается единственный вопрос Что делать с пломбами? Потому что на текущий момент На контейнеры, которые прибывают на контейнерный терминал Все равно нужен человек, который должен осмотреть пломбы Ну и сейчас есть выход из положения такого Это применение пломб контейнерных с RFID-чипами Кому интересно, может потом ко мне подойти Я покажу, как это выглядит вживую Вот у меня в руках находится такая же обычная стандартная пломба бочонок Но к ней еще вот такая шалобушка прикручена В которой содержится RFID-чип с номером этой пломбы Причем, если эту пломбу повредить То есть ее, допустим, разрезать То при сканировании пломба сообщит Что я пломба номер такая-то, я повреждена Значит, автовозы, которые оборудованы контейнерами с RFID-пломбами Они просто проезжают мимо гейта Система OCR, о которой мы говорили с вами Автоматически распознает номер контейнера, номер автомобиля Производит damage inspection Пломба говорит о том, какие пломбы установлены на данном контейнере Повреждены они или не повреждены Что позволяет нам, в принципе, избавиться от человека От человеческого фактора И не платить зарплату сотруднику, который дежурит у нас на гейте Это, во-первых, а во-вторых, ускорить, естественно, прохождение автомобиля через гейт И это все подтверждение того, что система управления Она позволяет вам экономить ваши ресурсы, ваши деньги Оптимизировать и позволяет активно работать контейнерному терминалу И, пожалуй, последнее, о чем я сегодня хотел рассказать Из таких технологических новшеств Это система Business Intelligence Так называемая BI-аналитика Это тоже новый сейчас модуль Разрабатывается нашей компанией Совместно с нашим технологическим партнером Компанией прогноз Который позволяет на основании статистики На основании тех данных, которые есть в базе данных системы Solvo TOS В реальном времени очень наглядно строить Различные графики аналитические Это и KPI Kperformance Indicators По работе контейнерного или грузового терминала Мы можем в реальном времени посмотреть на производительность кранов На ТО-фактор На количество импортных и экспортных контейнеров В разрезе времени То есть куча-куча-куча показателей Все это наглядно Мы можем проваливаться в более глубокую аналитику И на это дело смотреть Очень сейчас популярная и востребованная такая тема Так что обращайтесь, естественно, в компанию Solvo Для того, чтобы ей воспользоваться Ну и в довершении своего доклада Я хотел бы немножко отойти в сторону От современных технологий И посмотреть все-таки на текущее Ожидаемое состояние стивидорного рынка Мне очень приятно и интересно всегда слушать аналитиков Я, конечно, и патриот, и оптимист тоже Когда говорят, что в ближайшие 10 лет У нас там грузопоток увеличится в 3 раза У меня всегда, правда, здесь возникает вопрос За счет чего? За счет какой-то, не знаю, там Взрыворождаемости Или увеличения там Потреблений из-за того, что мы будем жить лучше Или у нас изменится геополитическая обстановка И Россия станет, или там Украина Там центральным звеном Ну как-то вот очень, знаете Честно признаться, странно Но с другой стороны, слушая тех же самых аналитиков Я и сам, в общем-то, аналитик Иногда многие вещи говорю интересные Строятся новые контейнерные терминалы Развиваются мощности И сейчас, на текущий момент Ну вот у меня, к сожалению, нет конкретных данных По Черноморскому региону Но я недавно тоже, когда проводили Мы аналитику по Балтике Сейчас производственная мощность Портов и контейнерных терминалов Только по Балтике В два раза выше, чем грузооборот Всей России целиком То есть это включая и Черное море И Дальний Восток Но при этом мы знаем, что до сих пор у нас есть И проекты по развитию существующей Структуры портов И по строительству новых контейнерных И грузовых терминалов И что происходит? Происходит то, что на текущем рынке У нас избыточная мощность Контейнерные терминалы у нас построились Расширились И начинают друг у друга Как бы пытаться тягать грузопоток И если мы посмотрим Мы сейчас говорим про какой-то рост На самом деле по результатам 2012 года Средний рост там в 2% Это скорее все-таки не рост, а стагнация Знаете, как в том анекдоте Когда крокодилы летают Ну низенько, низенько Конечно, хотелось бы, чтобы у нас И грузоборот рос И мы все время говорим Сейчас мы там построим новый контейнерный терминал И у нас тут сразу траншипмент пойдет И мы, значит, отнимем эти грузы У европейских портов И мы думаем, что там за рубежом В Европе сидят какие-то придурки Которые тоже не развивают инфраструктуру И готовы своим грузоборотом поделиться Ну, это все лирика Что происходит на самом деле На самом деле действительно получается Очень высокая конкуренция Терминалам приходится Увеличивать различные сервисы и услуги Улучшать качество обслуживания Клиентов своих Предоставлять новые какие-то вещи Мы видим, что у нас появилась Дефертификация терминалов То есть специализированные контейнерные терминалы У нас сейчас больше занимаются Там стафированием, растафированием Или, как на севере у нас говорят Растаркой, затаркой Переходят на обработку генеральных грузов Вот Мы видим такую же ситуацию Не только в России, но и в Украине Да, здесь в наибольшей даже степени Поэтому информационные технологии Или высокие технологии В данном случае как нельзя востребованы То есть это самое время Улучшать сервисы И улучшать конкурентноспособность Каждого конкретного терминала За счет применения информационных технологий Раньше мы говорили о том, что Такие системы класса Solvo TOS Внедряются на терминалы с грузооборотом От 300 тысяч ТО в год Потом у нас появилось очень много клиентов Которые к нам стали обращаться У которых грузооборот был порядка 100 тысяч ТО Сейчас самый маленький клиент у нас С грузооборотом 30 тысяч ТО в год И приходят еще другие заказчики Еще с более маленьким грузооборотом Но которые хотят предоставить сервисы За счет электронного обмена данными За счет EDI, за счет веб-портала Который есть в нашей системе За счет различных поведомлений и так далее То есть информационные технологии IT-технологии в принципе Становятся очень хорошим инструментом Конкурентной борьбы Выживания по сути дела В такой жесткой конкурентности Среди терминалов Поэтому наша задача Как компании-производители Действительно помогать нашим Хорошим заказчикам Увеличивать свою производительность Сокращать эксплуатационные расходы И так далее Ну и самый-самый последний слайд Это картиночка компании CargoTech Из их проекта глобального порта 2060 к 100-летию контейнерных перевозок Я хочу сказать, что сейчас Несмотря на то, что контейнерным перевозкам У нас уже больше 50 лет Мы находимся все-таки еще на заре И с развитием сейчас информационных технологий Высоких технологий Производственной техники Различной перегрузочной Мы только с вами еще идем в будущее И по сути дела Все, кто мы находимся сейчас с вами в этом зале Мы считаем, что пионеры Еще только контейнерных перевозок Я благодарю вас за внимание Спасибо большое С удовольствием отвечу на ваши вопросы Спасибо, спасибо